Сегодня к нам пришел Владимир Жириновский, как правильно сказал Михаил Осокин, надеемся, что сам, а не его двойник, тройник, удлинитель. Экспертиза, конечно, можно показать, хотя, скорее всего, она ведь не понадобится. Власти и депутатам нужен именно такой Жириновский, непредсказуемый, но в то же самое время достаточно прогнозируемый. Владимир Ольгиевич, это вы? Здесь войны, это, блядь, тандали за райс. Это, блядь, черная, блядь, которая нужна в мире, блядь. Мы не пришли сюда, у нас в Таманской дивизии, блядь, ребята ее успокоят, блядь, успокоят в казарме за ночь. Она не будет ходить войны, блядь, она закринется в русской сперме, блядь, из ушей попрет. Я 10 лет в Государственной Думе, 14 лет в публичной политике России. Всем понятно, что в таком виде я не мог быть и говорить вот так не мог. Ну, с другой стороны, имею в виду, что за 9-14 лет весь народ как раз знает, что мог, и мог сказать, потому что, как я понимаю, за крепким словцом в карман не лезете. Это другой вопрос. За крепким словцом я занимал жесткую линию всегда. А что вам в этой пленке не понравилось? В этой пленке, ну, во-первых, кто снимал, когда снимал, почему показали. Первый вопрос. Вам что не понравилось в том персонаже, который называет себя Жириновским, вот в этой пленке что не понравилось? Не понравилось то, что это смонтировано кем-то. Ну, на пленке вы? Нет. А кто? Вы же видите, лицо совсем другое. Лицо ваше. Ну, как мое лицо? Везде даже какой-то человек, который даже отклонился там, какое-то расплывчатое все. Я вот такой, какой я сейчас. Почему они, эти же самые журналисты, не хотели показать там, в Багдаде, мое выступление на 8-й Багдадской конференции в поддержку Ирака? А кто эти подпольные съемки за годы подвала? А подпольные в Багдаде были сняты? Ну, да, они так говорят, что там, в Багдаде. Ну, они, похоже, сказали. Нет, там же не видно, что это город Багдад. Это в подвале каком-то. А подвал узнавали? Людей вокруг себя узнавали? Ну, самый факт еще. Сто человек свидетелей, которые говорят в своей поле. Ради бога, ради бога. Все врут. Не врет только одна Стрельченко? Это моя охрана была. Какие свидетели? Как? Конечно. Как могла быть ваша охрана в этом подвале? И владелец этой дачи. Араб. Вот мы там сидели, отдыхали, все, ужинали. И кто же это снял? Ну, в гости пригласили. Но вас же там могло. Почему? Где? Но вы же сказали, что в подвале не было. Подвал не ваш, охрана не ваша, мать не ваша. Нет, я в гостинице там был. Я был в гостях, я был в Багдаде. Но первый же признак обмана, почему снят в сентябре, показывают в феврале. Зачем? Так не вас сняли. Ну, если бы они сняли меня. Но вы не согласны с тем, что я говорю? Они, поэтому, поэтому, это и есть монтаж, что они, начался год выборов, они начинают делать... Там вы или не вы? Вот на этой пленке, которая показывает меня. И говорите не вы. Естественно. И мысли не ваши. Мысли в чем-то перекликаются. Они, естественно, монтируя, сделали так, что... То есть, правда, Джон Буш, ковбой, извините, невоздержанный в процессе дефекализации, не ваша фраза? Ну, я мог говорить сколько угодно про них, про всех. Ну, говорили мне. Очень жестко оскорблял их, даже оскорблял, это давал, как бы, правильную оценку. Им все. Так говорили ли мне? Выступал против, так сказать, агрессии потенциальной. Верю. Вы говорили, что... Я говорил то... Ковбой обдефекализированный. Слово ковбой где-то могло у меня проскочить на протяжении моих 10 лет. То есть, я считаю, что... Я много раз говорю про Америку, что это люди, захватившие чужой континент. Понимаете? Но на пленке говорили? Пленка не моя. Пленка это не я. Нет, пленка не ваша. А вот вопрос, откуда взяли? А лицо? А лицо ваше? Нет. Лицо можно смонтировать. Меня можно голым сделать. Мы сидим, ваши операторы заснимут, завтра через монтаж, через концентр. Он меня разденут, скажут, вот он съел голым. Владимир Владимирович, боюсь, что это не доставит эстетического наслаждения гражданам.